Ваня, выключи, все невозможно. Это сама сейчас выключится, все. Да, неудачный, неудачный костюм выбрал Евгений Плющенко для тренировки нашей сборной по хоккею. Даже не знаю, друзья, какая-то, я могу сказать, двоякая ситуация сложилась на Олимпийских играх в Ванкувере с российской сборной. Я бы сказал, одноякая ситуация. Но надо жить, надо работать. Надо даже слова подбирать сейчас, понимаешь, после этого всего. Я бы сказал, надо подбирать жесты. РИА Новости. Ну как 7-3, это же... Это же в сумме 10. РИА Новости сообщает. Государство Дуба в марте намерено заслушать доклады президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева и министра спорта Виталия Мутко. Об итогах зимней Олимпиады в Ванкувере сообщил спикер палаты Борис Грызлов журналистам в четверг. Значит, слава богу, друзья, что у нас есть возможность связаться с Ванкувером. Прямо сейчас Гарик Мартиросян в Ванкувере. Гарик! Гарик, Гарик, как слышно, Гарик? Привет, Москва! Привет, Россия! Привет, Гарик! Тот в Ванкувере прекрасная погода, небольшой снежок. Саша, я тебе магнитик купил, за холодильником поеду завтра. Гарик, скажи, удалось ли купить магнитик для Саши Цекала? Это важно. Да. Привет, Москва! Привет, Россия! Я в Ванкувере, тут небольшой снежок, но в целом прекрасная погода. Значит, магнитик, Саш, я тебе купил. Завтра еду за холодильником. Гарик, пока ситуация с магнитиком не разрешилась, как вообще ситуация в Олимпийском Ванкувере? А, тут классно, тут здорово, классно, в основном, в основном здорово. Что можно сказать? Олимпиада в разгаре. Вот только что блистательно выступила, просто блистательно выступила Елена Кукарская со своей новой песней. Очень прикольная песня. Секунду на секунду мы ждем выступления на этой Олимпиаде Макаревича с машиной времени. Ну и, конечно, главное событие на зимней Олимпиаде, на Белой Олимпиаде, в Русском доме, будет самое главное событие, которое мы ждали все две Олимпийские недели. Это самса. Гарик, скажи, а чем занимается руководитель делегации Тягачев? Вот он чем занимается? Он постоянно со спортсменами, 24 часа в сутки в русском доме, не отходит от спортсменов, принимает непосредственное участие в зимней Олимпиаде. Вот прямо в эти секунды слева от меня он пытается попасть карандашом в бутылку, идет корпоративный конкурс олимпийцев. Если этому удастся, то команда Тягачи победит у команды Мутки со счетом 10-9, потому что вчера был конкурс по подсчитыванию орехов задницами на стуле. Тут небольшой снег, мне сложно говорить. Олимпиада в разгаре, все классно. Гарик, как там наши хоккеисты? Кто? Мы тут все переживаем, вся страна переживает, мы все это, ну, что там с хоккеистами в данный момент? А вот я как раз хотел у вас спросить, что там с нашими хоккеистами? Когда финал, с кем они играют? Потому что ребята здесь, в русском доме, наши хоккеисты, они нервничают. Нет никакой информации, с кем они играют в финале. Ребята, просто плохо слышно, покажите или нарисуйте, с какой командой играет сборная России в финале хоккея. Гарик, скажи, а как в русском доме относится к тому, что Плющенко занял только второе место? Да ладно. Гарик, скажи, ну вообще что-нибудь расстраивает? Нету чувства горечи вот такой вот? Никакого чувства горечи нет, все на приподнятом настроении. Очень весело, очень классно, все гуляют, танцуют, поздравляют друг друга. Ну, бывает иногда обламывают люди, которые пойдем потренируемся, поедем на забег, надо еще медаль. Это обламывает, напрягает, а в основном очень хорошее настроение у всех в русском доме. Круто, классно. Сейчас пели Мурзилки Интернешнл перед Кукарской, вообще разрыв. Гарик, Гарик, официальные лица какие-то были ли в русском доме? Были, Иван, были официальные лица руководителя Международного Олимпийского комитета Жак Роге. Он приезжал в русский дом два раза, просил сделать музыку потише, но кто его послушает, Иван? Такой праздник, Белая Олимпиада. Раз в четыре года люди вырвались за границу. Кто его послушает? Гарик, ну непонятно, на что мы все потратили здесь деньги. Зачем ты туда поехал вообще, Гарик? Ну, в первую очередь, я подчеркну основной магнитик, я уже купил, Сергей. Я поехал, выполнил свою миссию. Мне удалось повстречаться со всеми ключевыми фигурами на зимней Олимпиаде. В частности, после выступления наших фигуристов, многие отметили, что Евгений Плющенко катался высокотехнично, а его оппонент Лай Сачек катался изящно. И в связи с этим у всех возникает вопрос, что же все-таки фигурное катание, это искусство или спорт? И с этим вопросом мне единственно удалось пробиться к Татьяне Тарасовой и задать этот вопрос. Вот что она ответила. В нашем фигурном катании есть элементы, конечно, и спорта, и искусства. На мой взгляд, в общем, это спорт. Спорт, потому что это борьба, это оценки, это очки, это секунды. Гарик, ты уверен, что это интервью ты брал именно сегодня? Иван, да, я уверен. Дело в том, что просто существует большая разница во времени между Ванкувером и Москвой. А если по этой причине вам кажется, что интервью было записано ранее, но это было сегодня утро? Гарик, у нас есть полное ощущение, что ты зря поехал в Ванкувер. Да. Что ты развлекаешься и не занимаешься делом. Слышите. Давай, вставай, сам приходи в этот Ванкувер и веди репортаж. Ты думаешь, легко здесь? Вы все там в Москве думаете, легко тут на Олимпиаде? Идите сами и ведите свою Олимпиаду тут в Ванкувер. Давай. Ванкувер. Зря поехал, зря поехал. Гарик. Что вам жалко 7 тысяч долларов? Вы знаете, на самом деле то, что происходит на Олимпиаде в Ванкувере, особенно с российской сборной, конечно, не оставляет нас равнодушными. Поэтому наша знаменитая 30-секундная рубрика «Давайте разберемся» сегодня стала 30-минутной. Давайте разбираться. Давайте. Проведем расследование. Я когда говорил «давайте», я не обращался конкретно к тебе. С тобой мы отдельно разберемся за потраченные неизвестно куда 7 тысяч долларов на билеты в Ванкувер. Так, друзья, у нас есть информация, слава богу, видеоинформация. И, конечно, мы сейчас будем говорить о том, почему, почему все-таки такие результаты у российской сборной. Начнем с того, что, безусловно, все было с самого начала против наших спортсменов. Почему у нашей российской сборной очень мало медалей? Вы знаете, самая главная причина в чем? В чем? Потому что медалей реально было мало. Наштамповали вам. Их просто мало сделали. Люди с утра. А наша, Россия, на букву «Р» стоит. На «Норверсии». Там у Андорры уже все. Сины все. Они же с утра очередь занимаются. С пяти утра. Значит, друзья, мне кажется, что надо искать причины. Причины надо искать. Для этого мы проведем анализ при помощи сложной аппаратуры, которую сегодня установили. Это DVD-плеер и телевизор. Итак, парад спортсменов. Давайте посмотрим, как сборные шли. Вот сборная Армении. Почему-то первой вышла. Потому что она на букву «А», Гарик. Вот все. И не просто улетать раньше всех. И улетать раньше всех, потому что единственное, к чему они готовились, это к этому проходу. Вот посмотрите, сборная Китая. Да. Два с половиной миллиона это количество участников этой сборной. 19 часов они шли по стадиону. Вот это сборная Ганы. Я хотел бы обратить внимание. На слабое. Нормально. Здесь сборная Израиля. Сборная Израиля нацелилась сразу на золото. И состав говорит об этом. Два дантиста, два ювелира. Вот сборная Ямайки. Хочу обратить внимание. Состоящая из знаменосца. А эти в черном, это кто? За ним идут представители антидопингового комитета. Снимают, тут же выкладывают в YouTube. Фотографируют. Обратите внимание, Чак Норрис идет с фотоаппаратом. Чак Норрис, Дензел, Вашингтон и... И Робин Уильямс. Робин Уильямс. Вот если ты промотаешь чуть-чуть назад... Итак, сборная Литтенштейна. Вот и вся страна приехала, смотрите. Прекрасно. Пустая страна сейчас там проветривается как раз. А вот, наконец-то, друзья, российская сборная. Много. Даже по тому, как идут ребята, понятно, что Олимпиада будет непростой. Посмотрите, смотрите, как будто средняя школа идет. 170 человек, 170 человек, но из них реально на медаль идут человек 10. Давайте посмотрим. Хорошая делегация. Очень хорошая. Вот посмотрите. Вот все. Уходите! Это не наша Олимпиада! И далее не будет! Уходите! Вице-премьер Александр Жуков уже тогда знал. Вот, друзья, а здесь празднование, награждение Александра Буйнова, вручение ему званий народный артист России. В это время в Лужниках. В это время в Лужниках. Это случайно попавшие нам кадры. Спасибо. Я бы хотел сразу, друзья, подытожить то, что мы увидели. Даже этого беглого видеоосмотра хватило для того, чтобы понять. С самого начала нашей сборной ставили палки в колеса. Один, наверное, из самых основных вопросов, и вопросов, которые задавал не только Евгений Плющенко, но и все мы, которые за него болели. Да. По какому принципу проходит оценивание спортсменов в фигурном катании? Что там происходит? Что там происходит? Огромное количество... Вообще непонятно. Раньше было понятно, раньше к чему стремиться. Все хотели иметь 6-0, да, или там 5-8-5-9. Не понимаю, 116, что, радоваться или... Посмотрим. Вот смотрите, вот яркий пример. Вань, прочитай, вот что там. Нажми на паузу, что это за цель? Technical score, типа технический счет. Первые две оценки я понимаю, это курс евро и доллара. Это размер ее обуви. А вот третья, третья, это курс рубля. Третья, вот смотрите, что написано. Курс рубля к рублю. Дедакшн или дедукшн. Дедукшн. Это Шерлок Холмс ставит оценку, раскрыто ли преступление во время танца. Вот видите, у китайцев не раскрыто преступление. У них вон уже три шестерки. И вот тотал написано 76 и 66. Тотал это тотенхемский алюминий, новая компания. Существует на территории Лондона. И котировка акций 76 и 66. Давайте посмотрим дальше. Вот смотрите, вот акции тотал упали. Ну что удивительно. Смотрите, они никто не знают, что такое, что эти за оценки. Он не понимает. Вернер сам удивлен, по-моему. Вернер сам удивлен, что он раскрыл одно преступление во время своего танца. Смотрим дальше. 65,32. Это что это? Это... 90,85? И уже потом выяснилось, что это второе место, оказывается. Хотя написано было первое. Хотя написано первое. Вот. О-о-о-о. Ни хрена себе цифры. Патрик Чан? Цифровое оценивание. У нас же буквенное было. Патрик Чан, да, родился в Семет, в который традиционно римскими цифрами пишут. И он вообще впервые увидел арабские цифры. Он вообще не фигурист. Он попал из чемпионата мира по Пасадоблю в провинции Квегаре. Случайно. Друзья, мне кажется, настало время очень просто объяснить, по какому принципу происходит судейство в фигурном катании. Ваня, ну раскрою секрет. Вот для всех россиян как же все-таки идет подсчитывание? Конечно, несмотря на то, что внешне это кажется очень сложным, вот эти три балла, техническая, компонентная, оценка детекционная, и в результате некий подведения итога переменная сумма в конце, являющаяся еще по первому зачетному дню второй. Все гораздо проще. Я буквально в двух словах расскажу. Значит, смотрите, существует сумма баллов, которую выставляют судьи вследствие того, что высчитывают интегральное понимание того, насколько тройной элемент мог стоять перед, за. А, для того, чтобы было проще, я скажу даже, может быть, цифрами. Двадцать три. На первый взгляд сложно. Смотрите дальше. Двадцать три, мы отнимаем четыре и получаем прямое объяснение того, почему компонентное сочетание элементов в таблице является двойным. Нет. И я согласен с тобой, почему нет. Нет, если бы это был бобсли, но это не бобсли, это фигурное катание. Коньки. Ответ лежит на поверхности. Мы складываем, мы просто складываем. То есть, если я тебя понял. Мы складываем руки, аплодисменты. Именно они всегда звучат в тот самый момент, когда выставляются баллы. Ну, для меня все понятно, Сереж. Для меня все... То есть, через факториал можно вычислить. Я надеюсь, что я этим помог вам, друзья, хотя бы приблизительно понять направление. Ты помог многим судьям, которые поставили оценки, сами того не понимают. Несмотря на то, что, может быть, некоторое мое объяснение, как оценивается выступление фигуристов, покажется, ну, скажем так, несколько запутанным, Я думаю, у нас есть уникальная возможность прямо сейчас задать вопрос непосредственно по адресу. Друзья, у нас в гостях сегодня, для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию... На профессиональном уровне. На профессиональном уровне. Олимпийский чемпион, председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Антон Сихорулидзе. Антон, привет, добрый вечер. Привет. 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 Ну, наконец-то, мы сейчас разберемся все. Антон, наконец-то, просто, ну, от первоисточника. Накопились вопросы. Антон, значит, все-таки в двух словах. Как происходит судейство? Сложный вопрос, но, наверное, для того, чтобы понимать, как суть в фигурном катании, нужно знать, что есть две оценки. Одна за технику, вторая за компоненты. Так, запоминаем, запоминаем. За технику, чтобы было понятно, это прыжки, то, что больше всего нравится зрителям. А компоненты – это связки между прыжками, вращениями, в общем, то, что раньше мы называли артистичность. Но, помимо этого, еще есть прибавление баллов за то, что качественно исполнен прыжок, или вычитание. В общем, я и сам толком не понимаю. Антон, но это ведь и не главное. Ведь ты же не судья. Много вопросов, вопросов, безусловно, и про фигурное катание, но прежде всего вопрос, конечно, про фигуристов. Сейчас я попрошу Патрика Чана на секунду покинуть наш плазменный телевизор. Патрик, спасибо. Значит, у нас есть видеозаписи американских фигуристов, в частности, американского фигуриста Джонни Веера. А-а-а. Это, Веер – это не прозвище, хотя… Хотя… Как его еще называют Джонни Боа? О, тихо. Вот, смотрите. Это фигурист Джонни Веер. Кстати, я хочу… Обратите внимание на розовые палеты. Я выступлю хорошо, хорошо, я выступлю. Ой, а вдруг я упаду? Я на одну секунду хотел бы заострить ваше внимание. Дело в том, что Джонни Веер является американским спортсменом, прекрасно говорит по-русски, потому что у него есть русский друг. Его парень русский? Его парень его друг. И он русский. Итак, а вот уже, смотрите. С наградой. С наградой. Розовая подушка. Именно эта награда была нужна Джонни после его победы. Медаль не так важна, как хорошая розовая подушка. А ты посмотри на мужественный жест, которым он приветствует своих болельщиков. Посмотри. Посмотри. О! О! Нажми на паузу. Друзья, вот она, вот она. Это называется, в России называется «Палево». Сейчас хореографы разбираются, кто ему поставил эти руки. Женщина справа, это очень известный тренер в фигурном катании Галина Змеевская. Ну, конечно. И она в основном тренировала девушек. А самая известная у нее спортсменка... Она и продолжает тренировать девушек. А самая на бою. Ничего не изменилось. Джонни Вееру говорит, что у тебя среди поклонниц очень много женщин. И поэтому мужским движением... Он же на самом деле, это самое, десантник. Джонни Веер, спецназ, американский. Десантура? Морской котик? Ну, не котик, киска. Морская котенок. Морской котенок. Коллеги, у меня складывается впечатление, что он гей. Ребята, ничего страшного. Большая разница между Москвой и Ванкувером во времени, поэтому Саше кажется, что он опередил всех. Да, на стол он такой тоже, часовой пояс. Спокойно. Опа! Еще один, е-мое! Это фигурист Лай Сачек, который стал, собственно, олимпийским чемпионом. Единственный фигурист, который ревел до выступления еще. Ну, я сейчас пореву и пойду, сейчас. А-а-а! Сейчас как тройную фиганую. А лед уже залили, залили, е-мое! А Плющенко тоже тренировался, да? Почему? О, он такой красивый. Почему? Я не могу кататься после него. Я буду ехать по его царапине. Голубой дистанта вообще реальный такой, наскочил. На самом деле, после того, как ты перестал выступать, я не знаю, там какой-то беспредел начался. Мужика не хватает, понимаешь, там? Да. Эту штуку нет, ну-ка... Да и результаты сами за себя говорят, придется опять снимать коньки с гвоздя. Слушайте, пора бы. И идти кататься. Да. Но как же, как же Государственная Дума без тебя? Тоже правда. Что ты повесишь на гвоздь, если уйдешь из Государственной Думы? Законопроект. Законопроект. Конечно, Антон, у нас прежде всего те вопросы, поскольку разразился скандал. Скандал разразился в прессе и связан этот скандал с двумя именами. Ирина Роднина, многократная олимпийская чемпионка, и Леонид Тягачев, многократный председатель Олимпийского комитета России. Я процитирую буквально несколько слов, которые произнесла Ирина Роднина. Федерации должны заниматься селекцией. Вместо этого руководители пристраивают в сборные своих. Потом ездят по коммерческим турнирам, собирают деньги. В советское время спортивные функционеры не позволяли себе возить на крупные соревнования жен, любовниц, друзей. Сейчас-то в порядке вичей. Так как это те же самые функционеры, просто в то время они еще не были женаты. А с кем можно прошло 30 лет. Нельзя называть эту женщину-любовницу уже. Поворачивается язык, ты это имеешь в виду? Куда это годится, спрашивает Ирина Роднина. Вот что отвечает Леонид Тягачев на, прежде всего, обвинение в том, что нет медалей. У нас уже 9 четвертых мест. Разве это провал? Это подъем. Я думаю, что Тягачеву надо уже на провал, как Бендер билеты продавал. Хотите посмотреть на провал нашей сборной? Есть еще обнадеживающие факты, которые приводит Леонид Тягачев. На этот раз по заданию Международного Олимпийского комитета считаются не только призеры, но и четвертое. И тут, конечно, радостная новость для спортсменов. Пятое, шестое место. Восьмидесятое. В действительности, на Олимпийских играх существует неофициальный командный зачет. И в зачет идут только золотые медали. Во всех странах? Во всем мире. Кроме нашей? Теперь уже да. Сначала они придумали следующую историю. Так как золотых не хватало, они говорили, давайте будем считать все медали. И значит, по общему количеству медалей мы уже не десятые, а намного ближе. И поэтому необходимо... Давайте считать пятые, шестые места. Это же маразм. Кто виноват и что делать? Что делать? Ну, прежде всего, нужно правильно провести анализ. Если опять нам сейчас расскажут историю о том, что у нас приличное количество медалей, неважно, сколько золотых, помимо этого, есть четвертые места, шестые, 63-е у Чудова есть в биатлоне. Вот Тягачев возглавляет Олимпийский комитет на протяжении уже большого, сколько его там, 8 лет, 2 этапа, да, вот было? Под 10 лет. 10 лет он возглавляет? Под 10. Под 10 лет. Что вот за это время, как тебе кажется, меняется? Какие сейчас... Так вот, необходимо модернизировать систему, которая сейчас есть. Это он тоже говорит, конечно, да. Это мы не услышим. В действительности получается как? Каждый из нас может спокойно разобраться в ситуации, просто просмотрев динамику выступлений наших спортсменов. Нагана, 98-й год, третье общекомандное место. Солт-Лейк-Сити, 2002-й год, 5-е. Турин, 2006-й, 4-е. Сейчас пока что мы идем... То есть это, мы как, это знаешь, как трамплин. Ну это что, обе скажут, это же трамплин, мы едем вниз, но потом как... Не, ну если так подходить. Третье, четвертое, пятое, девятое и 72-е сразу. Вы знаете, я думаю, что нам всем нужно ставить просто совсем другие задачи. Не пытаться после проигрыша отмазываться, а стоять должна другая задача. Мы должны стать мировыми лидерами, тем более в зимних видах спорта. Где как не у нас. Вот расскажи, кстати, где? 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 Не у нас. Получается что, ведь... Во-первых, у нас есть традиции. Во-вторых, у нас есть серьезная школа. В-третьих, конечно же, у нас есть талантливые спортсмены и тренеры. Ну а самое главное... Чего они не поехали? В пятерку. Это хорошая причина. А самое главное, мы входим в пятерку тех стран, которые имеют уникальные климатические условия. Это Норвегия, Швеция, Финляндия, Канада и Россия. А помимо условий, сколько денег ежегодно выделяется государством на развитие спорта? Знаете, денег выделяется очень прилично. Если говорить о бюджете, например, на юридерстве спорта, то он увеличится здесь. Хорошо, сколько осталось? Не осталось нисколько. Ежегодно сколько? Вы знаете, около 30 миллиардов рублей. Я прошу прощения. Миллиард долларов. Миллиард долларов, спасибо. И самое интересное, что сборные команды Российской Федерации получают средства на подготовку именно из федерального бюджета. Сейчас стоит вопрос о том, насколько они... Правильно пилят? Насколько они эффективно расходуются? У меня такое ощущение, что мы сейчас у Познера хлеб отбираем. Скажи, пожалуйста, функции Олимпийского комитета с чему сведены? То есть это же мировое движение. Есть мнение, которое прописано в Олимпийской Харте, что должны делать национальные Олимпийские комитеты. Есть мнение представителей Олимпийского комитета, которые его высказали. Примерно это звучит так. А Олимпийский комитет подготовкой спортсменов не занимается. Мы выполняем представительские функции. Это теми, что когда представляют себе церемонии награждения. Да, и закрытие. Это, скорее всего, была хартия на английском, да, и прислали. А никто в Олимпийском комитете английский же не знает. Слушай, вот это тоже фишка, да. Для того, чтобы, конечно же, общаться и читать Олимпийскую хартию, прежде всего, нужно владеть одним из официальных языков МОК. Это английский или французский. Так что, не владеешь, что ли? No. Давай поговорим про призовые. Достаточно ли было стимула в этом году? Золотая медаль 100 тысяч евро в рублевом эквиваленте. Потом серебряная 60 тысяч евро в рублевом эквиваленте. 60 тысяч евро, так. И, соответственно, бронзовая 40. А в других странах такие же цифры? Нет, я почти уверен, что это самая высокая. А сколько в Америке, например? Это самая высокая. Высокая? Да, конечно. В Америке нет евро. Мы говорим о бюджетных деньгах, когда из государственного бюджета платят. Это же налогоплательщики. Что конкретно мы предлагаем спортсмену в обмен на злодую медаль? Антон, так не кажется ли тебе, что вследствие тяжелой и непростой ситуации в бюджете, может быть, спортсмены экономят? Может быть, наши локеисты... Они зато говорят о России глобально. А самое главное, экономить Россию. Подниму Россию, займу 63-е место. Экономить начали 12 лет назад. Значит, друзья, ситуация непростая. А что же будет в Сочи? Если сейчас так... Что будет в Сочи? Знаешь, я могу сказать одно. Мы рождены, чтобы побеждать. Нас так учили. И я верю в то, что у нас получится действительно подготовить команду. Мы сможем реально выступить в Сочи для того, чтобы порадовать всех наших болельщиков. И для этого, конечно, нужно много будет работать. Действительно много. Но все шансы у нас есть. А самое главное, у нас есть талантливые ребята, которые могут и умеют побеждать. В общем, в Сочи мы порвем всех. Еще до Олимпиады. Давайте, в России вперед! Мы верим, что за 4 года что-то изменится. И на своей родине мы не должны... Мы измениться должны быть с сегодняшнего дня, Сережа. Все, Гарик, все изменится. Мы верим. Друзья, несмотря ни на что, оптимизм должен греть наши сердца. Впереди Сочи. Впереди победы. Впереди медали. Впереди крутой поворот. Впереди обманчивый лед. Впереди холод в груди. Впереди. Антон, спасибо тебе огромное, что хорошо время. Спасибо, что пришел. Прерывал заседание комитета. Антон Сихарулинзе сегодня в гостях. Прожекторе Пэрис Хилтон. Давайте поаплодимым олимпийскому честному герою. Антон Сихарулинзе в прожекторе. Олимпийский чемпион. Друзья, тем не менее, есть одна очень хорошая новость. Очень хорошая новость, о которой мы хотим рассказать. Завтра последний день зимы. А нет зимы и нет олимпиады. Понимаете? Все. И нет проблем. И нет проблем. Давайте если считать олимпиаду страшным сном, давайте проснемся. Проснемся. А давайте проснемся и споем. Просыпайся, Россия. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ